Приветствую вас. Выбрались в такой пыль какой-то веке. Порыться, порыться. Вот там вот я уже порылась, думала, какая-нибудь сумочка попадется подходящая. Знаете, сумочек много не бывает. Ну, ничего подходящего не попалось. Такая кофточка с такими тяжелющими пуговицами. Пуговица красивая, ну такие тяжелые, знаете, тяжелее, чем кофта. Ой, сколько тут всякого, никому не нужного. Все такое льняное попадается. Знаете, как-то я без азарта. Господи, того не поносишь, что у тебя уже есть купленное. Что вот это еще? Чем-то искупать. Ну так сейчас, раз уж приехала сюда, немножко упороюсь. Блонды, токен хэдс. То есть, говорящие головы блондинок. Это как бы не все блондинки. Некоторые совсем даже не блондинки. Посмотрю. Интересный свитер. Тут такой весь свитер. Тут такой весь капруновый. Такие, знаете, будут просвещающиеся рукава с манжетами. Интересно. Да, так вот. Дальше я пойду, куплю овощи и фруктиков. А ты как-то покупаешь, покупаешь их, но они так быстро заканчиваются. Ой, вот это какая-то вещь из натурального шелка. Знаете, его даже на ощупь слышно. Я даже этикетку смотреть не буду. Что это такое? Знаете, а это боди. Боди со штанишками. Такое. Все такое какое-то черное. Так что это такое? Какая-то блуза. Но это и не блуза. Да, какой-то пренюар. Ну, лежу-то в таком духе. Вот прямо. А это белье. Прямо в этом кулечке. Так. И вот не понимаю. Как нужно на себя вот такой какой-то телевизор напялить и ходить. Ты не знаю. Мне, например, странно, когда люди такое носят. То есть сверху твоя голова у тебя на груди. Что это такое? Ну, знаете, это дело вкуса. Кому нравится пип, кому попадя. А кому попадочка. Так. Это платье. Такое. Платье коротенькое. Открытое. А материал такой интересный. Этот цвет называется фуксия. Красивый цвет. Правда? Вот сарафанчик такой. ХБ. Клеточку. Прямо с этикеткой. Написано 29,99 евро. Португалия. Сделано. Люди купили за 30 евро. А потом подумали, что нафига мне такое на себя. И выкинули его. Вот. Ну, туда, куда отправляется. Секонд-хенд. А есть такие шортики от Зары. Для новогоднего празднования. Например, в Новой Зеландии. Поскольку у нас Новый год лето. Ну, как раз такие шортики от Зары. Будут очень неуместны. Вот такое вечернее платье. Все из тюли. Тюль. Аппликация. Наверное, кто-то купил. Один раз его использовал. И все. И дальше пошло. Секонд-хенд. Вот такое интересное платье. С такими этими. На лямочках. С бантами. Знаете, как это в Советском Союзе было модно. Детям в школу. Девочкам. Такие банты. Делать. Да, платье такое. Для девочки. С такими веселыми бантиками. Между прочим. Интересно. А вот такое красное вечернее платье. Слушайте, это какой-то, не знаю. Мешок, наверное, попался. У этого продавца. Что тут все вечернее платье. Причем очень разные. Так, а это что-то. Что-то тут такое. Надо разобраться. А это юбка. Такая. Это с запахом. С этикеткой. Made in China. Дизайнер. В Корее. То есть, придумали в Корее. Сделали в чайне. Так, я бы еще сделали. Как не в чайне. Так. Ищу. Вот. Какое-то платье. Так. Нет, это. Это его, так сказать, спинка. А это такой пирот. Там где бабушка, там пирот. Вот такая блузка из ХБ. С таким вышитым воротничком. Такая. Ничегенький размер. Ничегенький. Ну, мне такое не очень. Ну, что кому-то понравится. Выглядит так впечатляюще. Между прочим. А вот такой веселенький. Святый рог. Только он уже такой. Поношенный, поношенный. Ой. Так. Вот спрашивается. Сочу я руюсь. По большому счету. Знаете, так. Поразвлекаться. Посмотреть. Вот такой Микки Маус. Весь про любовь. Мини Маус. Правдивая любовь. Трулай. Интересно. Вот, между прочим. Такой индийский какой-то сарафан. Вот эта верхняя часть. А вот эта бесконечная нижняя. И вот это все стопроцентно шок. Я сейчас подумаю, что его можно взять, такое платье. И потом из него что-нибудь изготовить. Я люблю. Такое. Ну, расцветка мне не очень нравится. Это не буду брать. Это все стопроцентный шок. То есть, нужно было вьюгку такую какую-то себе сделать из этого. Ну, сильная она в этих, в огурцах. Бесславно порылась я во всяком этом шматье. И поэтому перешла дальше. Какое-то оно, знаете, все беспородное. Я помню в начале, когда я только начала. Та у него там была с такими этикетками. С таких дорогих магазинов. А сейчас. Так. Какое-то старое изношенное шматье. Кому оно надо? Ой. Так поэтому. Хорошо посмотреть на букетики. Сейчас я пройду вот туда. Вот такие красивые срезанные орхидеи. Смотрите, какие потрясающие красоты цимбидиумы. Которые называются, знаете, королями орхидеи. 18 долларов, одна веточка. Вот как выглядит потрясающе красиво. Смотрите, сколько на одной веточке цветов. Представляете, вот это все вырастить, 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 а потом срезать. Ой, как красиво. Как красиво, но они запакованные. Поэтому эти по 15 долларов. Любого цвета. И желтого, и розового, и белого. И вот такого вот. Немножко коричневатого. Очень красивые. Очень красивые орхидеи. Такие шикарные. Где-то у меня есть видео, как я давно-давно снимала. Тут стояла женщина, продавала эти орхидеи. И у нее были кусты таких цимбидиумов. В мой рост. С вот такими потрясающей красоте цветами. Так, куда-то фалинопсиса. Так, что тут еще есть? Еще есть всякие разные другие. Красивые. Розы. Букеты по 15 долларов. Вот такие, знаете, букеты. А вот хризантемы покрашенные. Это такое мы в Украине видели. Понакрашенное. Мастерски накрашенное, я бы сказала. Если кто не знает, так и не отличит. Их особо. Так, а это какие-то типа полевых. Райс флауэр. Рисовые цветы. По-моему, их тоже красочкой побрызгали. Так, а вот геликония написано. Смотрите. Какая красотень. Очень красивые цветы. Так, что ли все такое покрашенное? Вон это все понакрашенное. Там дальше все понакрашенное. Тюльпаны есть. Букетик тюльпанов. Ой, и ягодки. Какой-то колледж, наверное, продают что-то такое. Какие-то то ли варенья, то ли компоты. Да нет, это собирают на... На что-то собирают обычно. Так, ой. Людей еще немного на рынке. Еще можно разойтись. В разные стороны. Так, пошла я туда за огурцами. 8,99. Помидорчики. По 6 долларов. Все спалилось мукулечек. Можно будет навыбирать себе. Так. Помидорами, огурцами я отоварилась. Теперь мандарины. Тут яблочки такие хорошие. Ну, нет. Я только мандарины куплю. Много. Очень много. Даже я еду к дочери. Повезу на гостинчик. Мандаринки, огурчики, помидорчики. Ой, а людей так еще и нет на рынке. Это рано еще только. Еще только 9 час. Не ходила долго по базару. Вообще. Потому что накупила фруктов и немножко овощей, так сказать. А оно все тяжелое. Сумка, палка. Значит, вот за эти мандарины, они были по 5 долларов в килограмм. И за вот эти все вместе, с вот такими грушами, они полежат и будут такие бесподобные. Тоже по 5 долларов в килограмм. Вот это вот на 25 долларов. 24,90, как он высчитал в уме. Вот. Хорошие мандаринчики. Это и себе, и дочке. Так, а вот за эти огурцы, знаете, я тут навыбирала таких, где они тут, как эти китайские тетеньки выбирают. Вот такие маленькие, молоденькие, тоненькие. Одна, так сказать, сетка или кулек. Второй кулек. Тоже вот такие, смотрите. Ой, какие классные огурчики. Тех, которые вы себе представляете, коротенькие, маленькие, тут близко нет, никогда. Я за 20 с лишним лет один раз только видела в продажах. Так, вот это вот помидоры кулек. Еще помидоры кулек. Уже они по 8 или по 9 долларов, я уже не помню. Вот. И кулек такой с этими кивями. С кивями. Ой, ветер такой. Вот это вот, за это все я заплатила 38 долларов. Ну, потому что дорого. Огурцы 9 долларов в килограмм. Помидоры тоже что-то около 9 долларов в килограмм. В киви по 5 были. Ой, так, теперь надо все это упаковать в свои тролли. И втащить потом в три автобуса.